ребята всем привет вон впереди виднеется на горизонте сейчас приблизим корабль он называется черная жемчужина собирают людей и на весь день уплывают на несколько миль в море и там устраивают различные аттракционы представления и так далее но я вот смотрел на ю тубе ребята выкладывали видео с этим корабликом раньше у меня было желание покататься на этом кораблике ощутить себя пиратом но вот после того как я это увидел все эти видео желание пропало идем сейчас проверять воду водичка шумит волны на море так медуз не видно это хорошо вчера сразу же в первый день моего пионера ужалила медуза но так как мы люди бывалые мы с собой взяли все мази крема обработали рану сегодня он уже даже ничего не чувствует вчера был действительно красный ожог на ноге так что если вдруг приедете или соберетесь ехать на море имейте ввиду берите все средства защиты от вот этих вот санитаров моря шумит море шумит адриатика класс офигительно обалденно градусник сейчас показывает 30 градусов вот это наши вот павильоны народ отдыхает градусник показывает сейчас 30 градусов это 25 минут десятого скажу честно я эти 30 градусов не ощущаю может быть из-за того что здесь ветер не знаю не знаю ну посмотрим как оно будет дальше гуляли мы вчера по городу по нашему району недалеко правда прошлись потому что все таки первый день пока приехали пока разложили вещи пока одно другое третье там в магазин съездили в базы на базар сбегали вечером мы прошлись как я и говорю купили пиццу купили пиццу поели и уставшие но довольны тем что мы приехали на море завалились спать сегодня проснулись и вышли опять на пляж значит ребята вот что я хотел бы сказать есть конечно не всю конечно тут просто супер-пупер все идеально нет есть моменты которые нужно учитывать если вы допустим едете сюда вот бибионы на отдых ну первое в наших апартаментах это пич всего отпуска всего пляжного сезона это елки-палки душевая кабина когда строили вот эти вот канализационные отводы то наверное они сэкономили на строительстве на материалах и поэтому сделали буквально обычные трубы для отвода воды из душевой кабины то есть люди которые приезжают в начале сезона они купаются принимают душ в них все нормально но они забывают о том что песок который не себя смывают вот эти вот жирные все эти вот масла которыми против солнца мажутся против загара они забивают собой трубы и практически в первый день нужно вызывать хаус мастера через менеджеров чтобы он пришел и прочистил это и вот единственный бич вот этих вот апартаментов я не знаю как там в гостиницах гостиницах может быть немножечко иначе но по апартаментам я вот слышал от многих видеоблогеров особенно в дешевых апартаментах люди купаются и буквально вода в этих вот душевых кабинах в этих маленьких ванночках где они купаются подымается по щиколотку и люди вот в этой вот фигне полоскаются блин ноги это потом неприятно и еще один курьезный момент нам значит далее апартамент кто значит ребята если вы будете ехать сюда в бибионы на отдых в апартаменты bosco конора сразу говорю по приезде или при во время резервирования вашей поездки когда вы будете писать напишите им чтобы они ни в коем случае не давали вам 309 номер нет номер квартира как квартира на нормально на хорошая но в гараже парковка разве что припаркуется на это место только маленький smart потому что вот это вот парковочное место так по убогому построено все места нормально можно заехать а вот это вот 309 место находится между бетонными колоннами бетонными стенами и на нормальной машине туда заехать ну практически невозможно хоть бы каким-то виртуозом не был ты туда не заедешь невозможно действительно невозможно заехать поэтому нам сейчас дали другое место сразу в первый же день я когда приехал я попытался туда впихнуться нифига хоть у меня и машина нормальная но все равно под это место она не подходит и я поехал обратно в гостиницу сказал им что мол вы извините но если бы у меня был смартик то я бы на смартике туда стал без проблем но у меня обычная нормальная машина поэтому мне нужно другое место нам дали другое место нормальное хорошее там действительно можно поставить машину и забыть от забыть о парковке но но имейте ввиду если вы будете резервировать апартаменты в резиденции боско конора сразу во время своей резервации пишите что вы не хотите получить свое пользование на несколько дней на сколько-то на 7 дней или на 10 апартаменты под номером 309 потому что под эти апартаменты под каждые апартаменты подписан парковочный вот этот вот как русская там парковочное место в гараже вот такие дела это касательно тех вот маленьких нюансов маленьких минусов отпуска здесь в бибиона но во всем остальном я доволен я доволен вот у нас люди гуляют по пляжу прогулку совершают выходят идут несколько километров в сторону маяка сторону центра города потом идут обратно возвращаются сейчас вот небо затянуто облаками но чувствуется чувствуется уже начинает солнце припекать несмотря на то что все небо в облаках водичка нормально прохладная не жарко и вода не такая уж как вот вечером становится на теплое нормально хорошо можно плавать можно нырять можно искать крабов ракушек так что у нас это черная жемчужина вон плывет катер к этой черной жемчужине и видно наверное черная . с первыми посетителями с первыми туристами которых сейчас загрузят потом поедут возьмут еще и когда заполнится весь кораблик они поплывут устраивать аттракционы и снимать бабло с людей потому что там чашка кофе стоит умопромочительных денег стакан пива тоже ну его нафиг поэтому со стороны посмотреть красиво это только со стороны а самому туда да не 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 и спасибо я из этого возраста уже вышел вот я пытаюсь поймать волну в объектив камеры и когда камера выключена идут офигительные волны но когда камеру включаешь момент прозевал ладно я подожду я терпеливый я терпеливый ну ну поймал почти поймал вон по моему впереди идет волна сейчас посмотрим ну хотя вчера море немножко было шумнее чем сегодня сегодня более-менее нормально вон волна идет сначала когда конечно приходишь кажется вода немножко прохладно а заходишь в воду и ничего чувствуешь да вода теплая вода теплая вот идет волна вот идет волна как говорится привет за дриатике обалдеть так но теперь можно прогуляться вот куда парусников например парусники ну вернее вот эти вот доски здесь можно за пару дней научиться серфингу и ну естественно не за бесплатно вон инструктор идет красиво вот это вот офигительный такой момент который просто хочется заснять на камеру есть фотографировал и вот первые ласточки которые учатся плавать интересно да хорошо со стороны посмотреть на них просто офигительно ну что то я не знаю на парашюте когда-то прыгать это было интересно это было намного прикольнее чем на такой доске поплавать по морю в армии в армии все что угодно можно было делать и по приказу и по собственной инициативе а сейчас что-то мне ну не хочется на таких паруснях как кататься ну а сейчас я прогуляюсь просто так по пляжику вот волнами выбил от водоросли плюс этого пляжа по всему городу в том что каждое утро примерно в 6 утра здесь проезжают вот эти вот трактора которые чистят пляж они собирают водоросли они разравнивают песок вот посмотрите вот следы тракторов там он заравнивали мы как-то один раз зацепили тут видели как эти трактора ездят довольно шустро довольно быстренько понравилось оперативно все сделано по-умному все сделано причем сделано так ой кто-то косичку потерял кто-то косичку потерял заплатили 5 евро и потеряли сделано все по-умному шустренько ну ежегодно сюда приходит очень много туристов сам городок бибиона всего-навсего состоит из трех с половиной тысяч населения вы можете себе представить вот оттуда где бибиона пинеда и вот сюда видо дель соль потом центр потом дальше до маяка и так далее вот это вот все это это гостиничные комплексы это все для туристов население городка я уже сказал три с половиной тысячи можете себе представить сколько туристов за сезон сюда приезжает покататься на таком катамранчике что ли получу по ушам а вон девчонка сидит кстати вон обалдеть вон девчонка сидит которая которая занимается спасанием на водах спасатель спасатели малибу мимо меня стриж пролетел так вот идем дальше сезон сезон начинается здесь в конце мая и заканчивается 23 сентября в прошлом году мы здесь были в конце августа и естественно цены после 15 августа значительно снижаются примерно на 200-300 евро за неделю пребывания в этих не важно в каких апартаментах или гостиницах потому что до 15 числа здесь допустим на какие-то апартаменты цена может быть 1300-1500 после 15 числа это когда католический праздник Вознесение Марии сразу же на следующий день цены абсолютно на все здесь падают 200-300 а то и даже до 450 евро за неделю в прошлом году мы так и сделали мы приехали сюда когда по-моему уже ну не конец сезона мы приехали сюда в конце августа и да действительно цена была ниже намного но сейчас просто в августе у меня отпуск в начале в начале месяца и мы приехали сейчас ну я что могу сказать если они так и оперативно и качественно четко будут работать и выполнять свои обязанности возложенные на них скажем так вот допустим чтобы не было каких-то казусов или недочетов по апартаментам я не имею ввиду гостиницы я имею ввиду именно апартаменты где люди допустим сами себе готовят еду ходят по ресторанам и так далее если все вот эти недочеты будут учтены и устранены то будет здесь еще лучше действительно будет здесь еще лучше и кстати мы приехали сюда и нам дали карту ну не скажем дисконтная карта карта скидок тут где-то ресторан по-моему ближе к центру пляжный ресторан кстати Алексей если ты меня смотришь тебе привет из Бибионы от меня и от моей семьи в том ресторане где ты с Марией обедал завтракал нам дали карту скидка 10% на завтраки то есть мы все восемь дней если мы будем изъявлять желание прийти в этот ресторан и позавтракать то мы при показе вот этой карты будем получать постоянную скидку 10% вот вам еще один плюс того сервиса который можно получить резервируя самостоятельно свою поездку на море сюда в Бибионе и кстати кстати по поводу интернета здесь на пляже интернет вай-фай свободный называется Бибионе Спиаджио просто входите в интернет подтверждаете куки и свободно гуляете в интернете он бесплатный и также у нас в апартаментах круглосуточный вай-фай и этот вай-фай ну по-немецки валан он намного быстрее намного круче чем если к примеру покупать там какую-то карту на 50 на 100 гигабайт так что вот вам еще один плюс самостоятельного резервирования когда мы первый и второй раз ехали через турбюрок в эти же апартаменты у нас такого не было когда мы решили ездить сами узнали как это делать то мы получили абсолютно все преимущества от самостоятельного резервирования которых у нас не было при заказе путевки через турагентство которые коррекции наверху и в в и в и в в и А вот сзади меня парусники. Они с самого обеда тут гоняют. Красиво, да? Красиво. Красиво. Ничего. Сейчас у нас на улице... Сколько? 7 минут пятого. И температура воздуха плюс 34. Вот так вот. Так что загораем. Окупаемся. Отпуск продолжается. Я уже в кепке, потому что солнце вышло из-за туч и начинает палить. Чтобы не обгореть, нужно себя хоть как-то обезопасить. Поэтому я одел кепку. Жалко, я не взял фотокамеру, потому что вот, смотрите, вот смотрите. Видно там кораблик в далеке? Кораблик этот, черная жемчужина называется. Он сегодня весь день курсирует. Он, в принципе, каждый день курсирует. Потому что я раньше думал, что он только по средам плавает. Нифига. Он плавает каждый день. Катера, парусники. Красиво. Действительно красиво. Обалденно. Это наше здание, апартамент. Вернее, апарт-отель. Вот такой вот дворик сзадний. И вот это вот бассейн. Вот бассейн такой. Горочка. Лягушатник. И нормальный бассейн. Рядом с бассейном детская площадка. Я просто сейчас лежу, я потом еще раз сниму с другого ракурса. Сейчас я устал. Сейчас уже вечер. Начало шестого. И я отдыхаю. А потом, когда отдохну, может быть, сниму с другого ракурса, чтобы показать весь бассейн с другой стороны.